добрый день всем присутствующим добрый день с вами компания кит финанс я елена беляева и наш очередной брифинг посвященный техническому анализу нашего рынка и так движемся на графике и смотрим что мы имеем сегодня и так индекс мвб на экране боковая динамика продолжается как это часто бывает в таких ситуациях дни чередуются понедельник росли вторник падали наоборот понедельник падали вторник росли сегодня опять падаем не исключено что завтра опять будет какой-то небольшой рост но в общем то без какой-то тенденции то есть до следующей недели скорее всего такая катавасия будет продолжаться то есть движения будут такие хаотические так скажем будет чередоваться рост с падением и пока определенной динамики ждать видимо не имеет смысла больше немножко перевес в сторону понижения поэтому пока покупки так скажем наверно есть смысл отложить исключением являются те компании в которых есть какие-то идеи и так значит что здесь у нас какие цели по-прежнему остается целью уровень 1450 по мвб пока он еще не был достигнут и пока продолжаем ждать его достижения по отдельным акциям давайте пробежимся посмотрим значит в тб все то же самое клин пока выхода из клина нет пока здесь ничего предпринимать не стоит нлмк ой сори гмк здесь восходящий канал цена находится у нижней границы этого восходящего канала шарты будут приветствоваться после пробития этого восходящего канала сейчас краткосрочно возможно движение в район 4850 такой вариант есть но пока она больше рассчитывать не приходится поэтому я бы тоже сказала что пока здесь лучше побыть без позиции сейчас вообще рынок такой что лучше если есть возможность торговать внутри дня внутри дня хотя бы можно поймать внутридневное настроение междневная торговля сейчас но практически смысла не имеет единственное что можно удерживать какие-то инвестиционные долгосрочные позиции по тем бумагам по которым опять таки есть какая-то идея по газпрому продолжает находиться газпром внутри диапазона нижняя граница диапазона 143 рубля здесь мы видим что к этой границе сегодня стремятся цены но пожалуй выхода не будет в завтра скорее всего будет продолжение движения в этом диапазоне так полу койлу цель снижения 2025 примерно плюс минус 5 рублей поэтому здесь тоже продолжаем ждать продолжение снижения и пока в общем-то ничего здесь не меняется далее что мы смотрели магнит до этого смотрели пока не будет пробито сопротивление каких-то новых сигналов здесь не будет цены за стояли под сопротивлением ниже не идут и выше тоже пока тоже смотрим присматриваемся собственно нет смысла что-то здесь делать по мтс немножко от пытаются откатиться цены от верхней границы канала но собственно снижение незначительное пока тут тоже каких-то сигналов собственно нет нлмк отскок от уровня минимумов произошел к уровню 21 средний по на часовом графике поэтому здесь посмотрим как будет дальше ситуация развиваться собственно какие-то варианты лангов можно рассматривать только если цены выйдут выше 21 средний шарты соответственно если будет пробитие нижнего минимума и так порос нефти пока тот же самый боковой диапазон цена в середине диапазона поэтому вот в этом участвовать не интересно ростелеком сегодня порадовал а значит что здесь происходит здесь как раз таки вот та самая идея которой мы говорили то есть ходят слухи и в общем-то даже есть этим слухом подтверждение что втб будет продавать или 2 и основной покупатель это ростелеком это новость в принципе позитивная и для втб потому как скорее всего банк запросит цену больше чем он заплатил за теле 2 и для ростелеком это уже эта новость позитивная потому что в конечном итоге он может стать четвертой компанией крупной предоставляющей сотовые услуги на на территории россии покупив это теле 2 поэтому здесь в общем то есть перспективы далее сбербанк пока прочно сидит на уровне поддержки и на двухсот периодной средней на часовом графике это 21 средняя на графике дневном поэтому здесь какого-то сигнала тоже нет пробитие вниз этой средней даст нам мысли о открытии шартов отбой будет соответственно давать намеки на ланги пока вот здесь тоже каких-то какой-то определенности не возникает урал кали все также сползает потихоньку уровне уровень наш целевое движение вниз уровень 165 рублей пока не достигнут посмотрим как будут дальше здесь развиваться события пока сползание продолжается так ну вот в основном наверное вся ситуация по рынку в плане алроса выходит на айпио и здесь сегодня красивый рост есть то есть потенциал движения район где-то рублей 42 наверное примерно вот этот район вот поэтому сегодня мы видим здесь неплохое движение вот собственно и все что мы видим по сути дела с одной стороны ничего нового с другой стороны мы понимаем что до следующей недели скорее всего ничего нового и не будет ситуация с принятием бюджета в америке затягивается тоже скорее всего до следующей недели пока вот такой вариант неопределенности он продолжает иметь место по фьючерсам фьючерс на индекс ртс продолжает оставаться в нисходящем канале цель снижения была у нас обозначена 141 тысячи пока эту цель так пока и оставляем пока ожидаем проложение движения в этом нисходящем канале варианты лангов будем рассматривать если будут пробиваться уровень 144 наверх так по рублю доллару немножко сегодня мой рубль уступил свои позиции связано это с динамикой пары доллар рубль здесь мы видим что доллар свои позиции отвоевывает поэтому в общем-то текущая ситуация вполне объяснима и пока каких-то резких движений здесь не ждем есть основания ожидать продолжение боковой динамики так с нефтью что у нас нефть пока героически держится выше уровня сто семь с половиной долларов за баррель нефть бренд пока все хорошо стабильно вот собственно и все на сегодня и на этом наверное мы будем сегодняшний обзор завершать в общем то как оказалось сегодня особо остановиться не на чем так может быть что-то и забыла но основное рассмотрели всем спасибо за внимание и до свидания до завтра